Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи депутат Рижской Думы, заместитель председателя комитета по городскому имуществу, представитель партии «Погрессивная» Антонина Нинашева. Доброе утро. Доброе утро. Да, я забыл добавить, что вы еще по-прежнему и преподаете в 22-й школе и, не знаю, успеваете ли, но и в университете страдания вы лектор тоже. Не-не-не, уже надо сказать, не особо успеваю. Ни одно, ни другое, к сожалению. Так, полноценно, надо сказать, что по возможности. В принципе, сейчас в школе только с научными работами учеников, знаете, научные исследователи и проекты. Ну, может быть, избиратели должны быть довольны, поскольку вы сейчас можете больше выделить время работы в Рижском самоуправлении. С него и начнем. Вот, ну, год только начался. Что вы себе определили, может быть, и в комитете, и просто как депутат? Какие приоритеты? Вот, что нужно успеть сделать в этом году? Естественно, с учетом утвержденного бюджета. Вот, как вы это все видите? Еще не утвержденного. Да, ну, согласованного, скажем так. Вы правы, да. Будем корректными, да. Да, но, ну, надо сказать, много, конечно, планов на следующий год, но если так взять, которые мои личные, да? Начнем с таких, с маленьких личных. О, от личного к общественному, да. Да, ну, личных я имею в виду, они как раз общественные, но это компетентно я занимаюсь. Вот, мой план, он, скорее всего, связан с тем, что я весь прошлый год особо интенсивно занималась ремонтами детских садов. То есть мы искали дополнительные деньги для этого, заем определенных программ, потому что у нас не было этих денег в бюджете и так далее. То есть получилось дополнительно мне отремонтировать 28 детских садов. То есть разные, в разной степени, разные работы, некоторые еще продолжаются. Вот, но для меня была одна большая проблема, что мы не могли никак найти денег и возможности отремонтировать именно площадки. То есть внутри детских садов мы смогли найти возможности, а именно площадки, которые страдают нас уже много лет. Мы видим, что ситуация именно вокруг детских садов, на площадке, ну, как и возле школ, в принципе, стадионы, не так, ну, у некоторых школ только отремонтированы действительно хорошо. То, в принципе, ну, это вечная проблема, она нескончаемая, да? Вот, и поэтому моя задача на этот год найти возможность, в принципе, ну, хотя бы 10-15 детских площадок именно возле детских садов, территорий, да, благоустроить и сделать. Несмотря на то, что сейчас это не заложено в бюджете, опять же, потому что, ну, я имею в виду то, что то, что я смогла заложить в бюджете, о чем мы смогли договориться, то есть, да, у нас там есть проектирование нового детского сада. У нас, в принципе, в инвестиционной программе есть даже 3 миллиона на детские сады, но это только инвестиционные деньги, это значит, что их нужно найти, где занять. И пока выглядит так, что нам их особо не дают, где занять. То есть, вот над этим буду работать, и если не получится, то будем смотреть, что мы можем сделать внутри бюджета, где найти деньги, чтобы обязательно хотя бы часть площадок отремонтировать. Вот это такая моя маленькая цель на следующий год. Да, вот мы понимаем, что в Рижане в большинстве своем не очень, естественно, углубляется, кто за какой комитет отвечает, какую тему, если так можно сказать, ведет, он смотрит в целом на Ригу. И мы же помним, что когда была предыдущая Рижская дума, особенно в конце ее работы, очень часто звучали упреки, что когда тоже руководство говорило, посмотрите, мы отремонтировали столько там школ, столько детских садов, они говорят, это все замечательно, но вот дороги, дороги, вот по ним нельзя проехать, дороги, мосты. И вот сейчас мы опять-таки тот же вопрос можно задать, дороги, мосты. Я понимаю, что это не ваша сфера ответственности, тем не менее, в целом, как депутат Рижской думы, да. Да, конечно, могу ответить, потому что об этом мы договорились в целом в коалиции. И нам, как социал-демократам из прогрессивных, да, которые отвечают, и как раз-таки очень тематически мы и за зеленую тему отвечаем в городе, и за социальную тему. Ну, и мы снова договорились о приоритетах на следующий год. Социальный вопрос остается все равно в приоритете, мы за него боремся, и он будет топ-3 всегда в городе, да. Это что значит приоритет? Это значит, что мы не только находим те же самые деньги, которые в прошлом году выделялись социальным вопросом, но и дополнительные. Все, что есть дополнительно, идет на повышение, например, пособий жилищных, да, на дополнительные социальные услуги и так далее. Но без дорог никуда. Вы абсолютно правы, да, хоть за это отвечает, ну, политически мы как бы поделили в коалиции, за это отвечает новое единство, но мы, понятно, тоже понимаем, что, ну, ситуация такая, какая она есть, да, с дорогами, и поэтому в следующем году на инфраструктуру тоже выделяются дополнительные деньги, это приоритет номер два. И, в принципе, даже на содержание дорог, и на, что значит на уборку, и на, в принципе, подлатать дыры и так далее, то есть вот эти вот быстрые маленькие ремонтные работы, дополнительные 7 миллионов планируется в следующем году. Это помимо того, что, конечно, все большие инфраструктурные проекты, они связаны только с дорогами и мостами, да, то есть займы на, да, то есть, это автру магистраль, да, восточная магистраль, да. Восточная магистраль, да, заканчивает, то есть все, все, все мосты, да, то есть там проект, авантовый мост сейчас висит, да, в воздухе под вопросом, где найти на него заем. Переговоры постоянно идут с государством о том, чтобы они дали, как бы, возможность нам даже не то, чтобы денег дали, а заем дали. И спор идет постоянно о том, мне кажется, очень обоснованный спор о том, что, ну, извините, но Рига все-таки столица, да, и Рига не может наравне с другими городами спорить, дайте нам денег и просить столько же, сколько другой город. Мы, я имею в виду, государство в заем, чтобы занять, для того, чтобы свою инфраструктуру содержать. Нашей инфраструктурой рижской пользуется вся страна, все это прекрасно понимают. У какого города еще в Латвии есть, да, здоровенные мосты через Даугу? Четыре, да. Да, вот это фактически мы констатируем, что те же проблемы, которые были, вот, у города, я имею в виду, политические, четыре, пять, шесть лет тому назад они остаются, то есть фактически Ригу не хочет государство или правительство воспринимать как столицу де-факто, да, то есть де-юре все, это понятно, когда дело доходит. Да, Ригу обделяют, обделяют, надо сказать, все старательно, но мы можем сказать политически, с одной стороны, что не изменилось, но и там оппозиция может нам сказать, ну, вот видите, когда было там согласие, да, а коалиции, ну, вот эти партии, которые в правительстве говорили, вот это там из-за того, что согласие, да, теперь, когда вроде бы партии, которые в правительстве, ну, у меня, как у сопредседателя руководителя прогрессивных, да, которые не в парламенте, не в правительстве, и которые при этом одна из лидирующих, я бы сказала, лидирующая партия, да, в Рижской думе, у нас как бы такой же вопрос, то есть у нас ситуация такая, что действительно мы спрашиваем у своих партнеров по коалиции, и что происходит, вы вообще со своими коллегами разговариваете там в парламенте, да, почему? Только удаленно, видимо, да, только удаленно, видимо, пандемия же все-таки, да. Нет, ну, конечно, какие-то подвижки есть, да, там, благодаря, там, Тирсису, дополнительные фондовые деньги, там, заемы на инфраструктуру удалось получить, да, то есть, ну, можно так сказать, не будем уж совсем говорить, что ничего в этом случае не делается, но многие вещи, да, например, о том, что действительно у столицы другой статус, у столицы должны быть прописаны, прописаны, ну, отношения другое, а над этим сейчас работаем, даже, например, поддержка в жилищном вопросе, да, то есть считается, что как бы Риге, как большому городу, не нужно строить свое доступное жилье. Почему-то, да. Мы считаем, что Риге как раз-таки очень нужно строить доступное жилье, все, потому что цены сумасшедшие на аренду, да, рынок предоставляет цены такие, с которыми, ну, наши зарплаты не справляются в Риге, да, ведь даже если мы возьмем учителей, у которых там, как мы понимаем, у богатых при-рижских городов, да, ну, доплаты такие могут себе позволить самоуправлению, да, учителям, что всех-всех учителей переманивают из Риги туда, да, то есть у нас конкуренция сумасшедшая, конечно, и с при-рижскими городами, причем мы прекрасно понимаем, что живут, ну, большая часть, которая живет в Мару, Пегеково там и в Адаже и так далее, они ездят работать-то куда, да, и идут в Ригу, они используют рижскую инфраструктуру, и они завозят детей в очень часто наши детские сады, да, в декларе и так далее. То есть там, да, борьба, в принципе, еще активно продолжается о том, что Ригу отделяют, и, в принципе, конечно, мы очень недовольны тем, что делает правительство, и как оно урезает нам бюджет уже второй год. Это не то, что кризис нам бюджет урезает, это реально действия правительства. Они как бы пересматривают, думают, так, нам нужны зарплаты медика, мы обещали, замечательно, но если это то, где мы находим зарплату медикам, отбирая у города, который платят социальным работникам, педагогам, детям, да, полиции тоже, ну, вот и вопрос. Кстати, по поводу дорог, если, может быть, можно немножко покомментировать, не по поводу дорог, а тротуаров, мне кажется, очень интересная тема, потому что мы заметили, в принципе, весь этот год, что, несмотря на то, что во всяких стратегиях и планах прописано в городе, мы даже сами их вот особенно новые утверждаем, да, планы развития, там, до 27-30-й год, все время говорим, пешеход в приоритете, пешеход, да, потом общественный, ну, да, пешеход, там, велосипедист, потом общественный транспорт, только потом автомобиль и так далее. Но если мы посмотрим, сколько денег вкладывается пропорционально именно в дороги, в проезжую часть, а что происходит с пешеходными, да, то мы видим, что, конечно, этот приоритет на деле не реализуется. И поэтому мы, конечно, все видели эту ситуацию с том, как чистятся дороги, да, сколько было проблем с фирмами, пришлось убирать эту, даже расторгать договор с Клинером, в парке улиц и так далее. И, в принципе, что на следующий год вселяет надежду, то нету, что вот мы договорились, что мы усиляем вот это управление благоустройство территории, называется ТЛП, территория слабая картошная спармолка, в принципе, занимается там маленькими сквериками, дворами, которые самоуправлению принадлежат. И у них будут, наконец-таки, возможность, значит, приобрести технику и дополнительных работников, чтобы мы немножко централизовали вот эту уборку дорог. И, в принципе, когда мы понимаем, что весной весь этот песок, который тоннами высыпается сейчас на улице, да, пытаясь спасти гололёдицу, от гололёдицы как-то ситуацию, то есть этот песок, он будет, ну, в воздухе, он будет очень-очень вреден для наших лёгких, вот, в городе грязь. И, то есть, впервые планируем тут мыться, то есть будет техника, которая будет реально мыть дороги. Ну, вот, надеемся, что, значит, это немножечко поможет с ситуацией с пешеходными дорогами. Да, вот вы упомянули, что всё-таки вы социал-демократы. Вот такой вопрос, я понимаю, что, опять-таки, основная ответственность правительства, я имею в виду те счета коммунальные, которые всех шокировали, и ещё, видимо, будут шокировать по меньшей мере 3-4 месяца. Да, мы знаем, что там правящая коалиция одобрила определённый пакет помощи, не будем сейчас о нём говорить, что вообще Рижское самоуправление может сделать, потому что пока эта помощь придёт, до кого дойдёт, но есть опасность, что вот те долги по коммунальным платежам, которые ещё и так, мягко говоря, немаленькие, ещё до роста цен, что просто город может утонуть в этих коммунальных долгах, а потом Рига-Сюден скажет, ну, ребята, дальше будем только по мере того, как люди начнут рассчитываться. Вот что тут может сделать Рижская дума? Я понимаю, что средства ограниченного уже об этом сказали, но тем не менее. Ну, что может, на самом деле, то дело. Это в прошлом году уже. Мы же понимаем, что у нас всегда есть должники по отоплению. Да, это понятно, да. И в прошлом году ситуация, когда снова не подключали Рига-Сюден, потому что, ну, действительно, и, например, РНП Рига-Снампар Волныкс, он же не может подключить сам. Да, есть другие, да, есть поставщики энергоресурсов, и им, соответственно, приходится договариваться. Ну, что мы сделали в итоге, когда там долго они не могли... Ну, как, недолго, какое-то время говорили, что не должникам не подключат, что, в принципе, с точки зрения рынка, ну, правильное решение, почему мы должны должникам как бы подключать, да. Но страдают жители. Ну, пришлось посадить за стол РНП вместе с Рига-Стелтумсом и там, в общем, заставить, да. И в итоге подключили. Но из хороших новостей, что за прошлый год долги по РНП, да, на 2 миллиона уменьшились. Ну, то есть, которые... Да, это существенно. Да, существенно. Или я сейчас, может быть, совру по цифрам, но, в общем, существенно они вот буквально к нам на прошлой неделе я слушала их большой-большой отчет, презентацию, что новое правление РНП за год сделало, да, для того, чтобы улучшить ситуацию. Ну, включая это. Ну, плюс важный-важный аспект, который у нас со всеми нашими предприятиями, да, это Рига-Стелтумс, РНП, да, Рига-Суденс, мы говорим, что они не начисляют проценты. Ну, то есть, сказано, долги, значит, не совсем, чтобы прощать, да, но не никаких процентов за опоздание, да. То есть, ситуация такая, что договоренность и четкое указание не начислять проценты, да. То есть, дальше, что еще может город сделать? Это, конечно же, сделать свои, ну, те энергоресурсы, которые мы здесь, например, представляем, Рига-Стелтумс, сделать, чтобы Рига-Стелтумс был более зеленый, а, соответственно, менее зависел от газа, да, и от, ну, соответственно, от изменений цен на газ, на мировой. В этом плане тоже, конечно, работа ведется, открываются новые станции тепломаленькие, да, которые работают на, не скажу вам правильно все термины, да, биостедра. Смысл, да, 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 понятно, да, на щепе, да, в том числе, да. Вот, и таким образом, конечно, постепенно эти, ну, соответственно, эта цена у клиентов Рига-Стелтумса не будет такая высокая, но понятно, что очень сильно в Риге мы зависим от Латвэнерго, да, и тут, конечно, Латвэнерго постарался, ну, и не рижская, да, постарался со своими закупками и постарался, да. От государства мы как вот, как прогрессивные, не как, может, Рижская дума, да, ну, как партия, мы говорили, что, конечно, первым и быстрым решением надо было в этой ситуации все-таки ПВН отменять на энергоносители, потому что пока эта помощь, которую они сейчас даже приняли, придет, и пока она будет очень избирательная, как они говорят, кому-то конкретно, целенаправленно, то очень многие люди просто, ну, скажем так, выпадут из этого фильтра, да, они туда не попадут те, которым эта помощь придет, а страдают сейчас все, да, это не только обязательно, ну, понятно, очень сильно страдают мои бедные домохозяйства, да, обычно это одинокие родители или, в принципе, семьи с детьми, да, подверженные, и пенсионеры, то есть их они как бы включили в небольшую помощь, но если мы посмотрим, а что с человеком с речь, со средними доходами, у которого счет вырастает в два раза, да, и просто, ну... А нет такого ощущения? Вроде как еще и не получаешь никакое пособие. Ну, у нас еще вот ситуация с пособием. Видите, Перига очень обширную социальную помощь предлагает. Ну, как мы знаем, много людей, многие люди боятся, стесняются, в принципе, сказать, что им помощь нужна. Поэтому пользуюсь эфиром, говорю, если чувствуете, что вам нужна помощь с коммунальными услугами, ситуация ухудшилась, не знаю, с работой и так далее, то, в принципе, звоните в социальную службу, вам очень объяснят, помогут, что скажут в вашей ситуации, можно сделать, какой статус, какую помощь. Поскольку, как вы уже правильно заметили, вы в правящую коалицию в стране не входите, пока в парламенте не представлены, у вас, с одной стороны, развязаны руки в этом плане, но, с другой стороны, есть возможность как-то подготовиться к выборам в парламент, об этом чуточку позже, но я такой хотел задать вопрос, может быть, он концептуальный, хотя мы будем говорить, наверное, больше сегодня, естественно, о Риге и о рижанах, но, тем не менее, вот, когда многие рижане смотрят или слушают, что говорят нам власть имущие, даже безотносительно того, они в правящей коалиции в Рижской Думе или в правительстве, многие даже не разделяют. Вот они слышат, что вроде бы все красивые слова, но вообще не о них, что это какой-то голос, я извиняюсь, из космоса. Я сейчас вкратце поясню, что я имею в виду. Вот вы упомянули семьи, но у нас же такая редкая ситуация в Европейском Союзе, когда если оба родителя работают, ну, на минималку, ну, официально на минималку, то они малоимущие, если у них есть дети, на двух детей поделите, да, то есть это малоимущие, да, но это, наверное, уникальный случай, тяжело найти еще страну, так сказать, чтобы два родителя работали, я не говорю про СНГ, я говорю про Европу, да, и что они были малоимущие. А им говорят, вы знаете, ну, у нас сейчас зеленый курс, мы с газом покончим, не сегодня, не завтра, вот возьмем и покончим, да, и еще на электромобили мы у вас пересядем, ну, это в лучшем случае, да, электромобили там всего стоит 30, 40, 50, 60, 70 тысяч, бегите, покупайте, да, а еще мы превратим Ригу в Тукумс, вы будете все ездить на велосипеде, к примеру, вот как сегодня, да, при 30 метров в секунду, что вас велосипед, как ракета, быстренько принес. У нас вот зеленый курс, и они все слушают и говорят, очень-все красиво, очень даже интересно, но это вообще о чем? Это о ком? О какой стране разговор? О Монако, может быть, да, может быть, о Флориде? Это о чем мы говорим вообще? Вот такое, вот у наших радиослушателей такие вопросы возникают. Я понимаю, что это, может быть, не камень ваш огород, но нет такого ощущения, что вот у нас в последнее время какая-то политика больше превращается в фантастику. Конечно, хорошо, что есть, как вот такое латышское слово, визия, это все очень хорошо, но это о чем? Это о 2040-м или 2050-м году. Людям счет нужно оплатить и привезти на машине детей в школу. А им говорят, вы скоро и в центр не приедете без дополнительных денег. Ну, надо сказать, что да, так оно очень часто выглядит, особенно для людей. Ну, ладно, начнем. Много просто вопросов было, думаю, с какого? Здесь много аспектов. Ну, начнем глобально. Ну, а потом, может быть... Да. Я абсолютно с вами согласна, что у нас уровень... У нас уровень бедности намного выше даже, чем кто-то... Ну, чем есть данные государства, которыми они оперируют. Поэтому у нас, например, очень четкая у прогрессивных вопрос как бы государства. Ну, извините, если вы говорите, что мы сейчас помощь направляем, теленаправленно тем, кто у нас риск группы, да? Да, группа риска, да. И так далее. Ну, они не знают, кто у нас группы риска. В этом-то и дело, что у нас данных нет. Вот вы говорите очень правильно. У нас люди, которые работают, считаются бедными, по большому счету, да? Но в регистре они будут, ну, вот работающие, да? У обоих есть зарплата, да? Да, но у нас до буквально недавнего времени не могли посчитать прожиточный минимум. И это было специально сделано, потому что прекрасно понимали, что посчитав прожиточный минимум, да, ты поймешь, что у нас, не знаю, половина страны не дотягивает до этого прожиточного минимума. Да, то есть действительно понимание того, насколько плохо ситуация в семьях, в домохозяйствах, да, ну, сложной. Поэтому мы каждый раз говорим, что это, в принципе, ответственность, ответственность политики в том, что было сделано или что было не сделано для того, чтобы из этой бедности выходить. Вопрос, и поэтому, когда, конечно, кризис, да, то уже тут нет смысла особо делить на то, кому немножко больше нужна помощь, кому немножко меньше. Здесь уже понимаешь, когда в стране такой процент бедности и еще гигантский процент незарегистрированной бедности, да, то есть, которые статистически не считаются, да, то просто нужно давать эту помощь, наверное, правильно. Что касательно зеленого курса, давайте вот немножко разберемся. Мне кажется, что зеленому курсу, конечно, рисуют, отчетливо рисуют вот этот вот образ страшный, что, в принципе, это что-то очень дорогое, что-то очень эксклюзивное, что-то думанное для, вот, не знаю, хипстеров, действительно, на велосипеде, попивающих свое, кушающих что-то веганское, да, или там, и покупающие дорогие яйца там от свободных куриц, да. Это вот тот образ, который, ну, рисуют, ну, не хочется говорить, там, лобби определенных, определенных газовых структур, да, мы знаем прекрасно, какой сильный газ, или там те, кто очень хотят лес вырубать интенсивно, его продавать и ничего с ним не делать. Мы видим прекрасно после того, как мы привели изменения, да, в Рига с Мэжи, да, и там все кричали, ай, как таких хороших руководителей увольняют, да, теперь на этих руководителях три криминальных дела заведено, да, ну, то есть все выглядит вроде как, ну, что, мы же зеленая страна, замечательная. Но мы прекрасно понимаем, именно как социал-демократы и зеленые, что от того, что мы, как страна, интенсивные шаги не делаем в направлении энергоэффективности, да, новых ресурсов, изменения немножко стиля жизни, страдают больше всего именно те, которые не защищены. Действительно, любой, не знаю, там, высокооплачиваемый сотрудник, которых у нас не так много, да, сможет подстроиться. И вот эти вот активности, как электромобиль, действительно думаны только для богатых. Ну, что это такое? Давайте дадим дополнительные тысячи те, у кого есть 20 тысяч, да, и они могут купить машину. И вопрос, будет ли это их единственная машина, или они просто дополнительные еще двум джипам, электромобиль. Да, то есть все это именно так и происходит. Но если мы не будем утеплять дома, если мы не будем целенаправленно над этим работать, то счета будут только расти. Это же прекрасно понятно. И страдать от этого будут самые незащищенные. Государство же не будет постоянно просто оплачивать то, что счет вырос, а ты дополнительно тогда доплатил. Но это же понятно, что этого не будет. Это что в какой-то момент, в какой-то момент этот счет будет расти, тебе придется его платить. Если мы не будем утеплять дома, если мы не будем менять структуру транспорта и так далее, то, ну, в принципе, уровень загрязнения воздуха в городе у нас действительно, мягко говоря, высокий уровень загрязнения. Если даже не то, что нам это потом выливает в проблемы со здоровьем, которые, понятно, что мы не замечаем сначала, да, а потом, опять же, от проблем со здоровьем. И, как мы говорим, тоже кто может позволить себе хороших врачей вовремя заметить и так далее. Тоже, опять же, те, у кого эта возможность есть финансовая. И если мы говорим про энергетическую бедность, то только за счет зеленого курса мы можем хоть как-то бороться с этой энергетической бедностью. То есть энергетическая бедность, когда мы просто не можем позволить себе оплатить энергоресурсы. И поэтому все это, но, к сожалению, то, что говорится очень часто с трибуны государства, ну, государственный, про зеленый курс, все очень номинально. Оно все говорится, что, да, замечательно, мы что-то делаем, или там Европа нам говорит якобы что-то делать. Но мы на самом деле не делаем. Мы на самом деле, если мы посмотрим на Ригу, в которой, ну, действительно, домов просто утепленных, ну, по пальцам сосчитать. И это целенаправленно политика не делась. Мы первые, впервые в этом году сделали, как придят власти, прорыв в этой области, создав Рижскую энергетику, это агентство по энергетике, которое задали РНП конкретно выбирать собрания, убеждать жильцов, утеплять дома. Значит, работаем на то, чтобы были дополнительные программы, заемы и так далее. Ну, лоббируем, соответственно, в государстве, чтобы были проекты и программы, с помощью которых можно эти дома утеплить и так далее. Что касательно велотранспорта, ну, опять же, пересесть на велосипед, да нет, на самом деле велодорожки, они же не только для того, чтобы пересесть на велосипед. Велодороги, они, ну, посмотрите, как сейчас активно скутерами пользуются, да. Ну, они же везде, где они едут. Они едут по проезжей части. Ой, не по проезжей, извиняюсь, по пешеходам. Да, страдают пешеходы, страдают пожилые люди, подравят родители с детьми, да, которые, ну, где-то тоже нужно место давать этому виду транспорта. И понятно, что самая безопасная была бы отдельная инфраструктура, то есть отдельные дороги. И, ну, не хочется дальше там особо углубляться. Я тоже как бы с двумя детьми, я знаю, как мне на машине надо, куда привезти, кого быстро и так далее. Я прекрасно понимаю тех, кто возмущается, как, что, если нельзя подвезти. Но так же самое я жила в Лондоне какое-то время. Я прекрасно понимаю, как можно с детьми, с хорошим общественным транспортом и с, ну, другим возможностям вообще не приезжать в центр никогда на машине. Да, то есть это все зависит от того, как мы, конечно, планируем город и куда идем. И мы уже сейчас не выполняем те требования, которые как бы Европа, скажем так, просит и видит. Но если уж мы так совсем глобально задумаемся, то, в принципе, мы просто видим, что природа нас не балует и лучше не станет. Ну, то есть мы должны прекрасно понимать, мы можем... Лучше не станет и не будем думать, что климат меняется и изменится только через 100-200 лет. Это случится, это случается, каждый день это происходит и это затронет нас. Но я думаю, что, как Рижанка прекрасно знаете, сколько у нас учебных заведений расположено в центре. Я уже не говорю про Рижскую думу и другие структуры, поэтому вот иногда... Именно для безопасности детей нам и нужно безопасную велоинфраструктуру. Нет, я имею в виду по поводу... Это дело, чтобы мой ребенок мог доехать, безопасно дойти и не быть сбитым на дороге как раз-таки возле школ. Почему, например, ну вот центральную улицу, даже если мы возьмем Брунни, на которой находится школа, в которой я работаю, то есть эти улицы становятся сразу другие, они становятся действительно для детей безопасными, они становятся комфортными, да, и на них можно, ну... Ну, как бы, да, школа, школа и... А с детскими садами, ну, надо понимать, что детские сады, конечно, по возможности должны быть ближе всего к дому. Ну, по-хорошему, мы не должны возить детей через детский сад. И там тоже вопрос, конечно, что мы можем сделать для того, чтобы место возле... возле твоего дома, место в детском саду для тебя было. Это тоже важный аспект, над которым надо работать. Ну, я так понимаю, что сейчас, например, у нас в центре, конечно, всегда очереди, но в районах до сих пор есть свободные места в детских садах. Ну, тут много аспектов. Это бесконечно... Да, понятно, что это можно долго говорить. Не быстрее доехать. Но я скажу честно, что в Рижской думе те решения, которые мы принимаем сейчас, они принимаются заблаговременно именно для того, чтобы подготовить нас к этим изменениям, которые идут и которые уже есть. Для того, чтобы мы... Хотя мы уже, на самом деле, сильно запоздали с утеплением, с ухода от газа и так далее. С изменениями привычки того, как мы передвигаемся и так далее. И просто, конечно, ковидный кризис нам совсем не помогает, потому что в ковидный кризис ты не пересядешь на общественный транспорт. То есть это тоже проблема с общественным транспортом и что с ним делать. Но в любом случае все эти решения, они долгосрочны и они свои результаты еще обязательно покажут. Мы сажаем интенсивно в прошлом году и в этом, потому что показатели воздуха в городе печальные. Печальные. И они касаются всех. Потому что богатые, поверьте, позволят себе уехать из Риги и в Марупы дом себе построить или еще где-то и дышать свежим воздухом. А что будут делать с остальными режимами? Нет, ну да, иногда создается ощущение у некоторых политиков, это не вы, может быть, к ним относитесь, которые хотят, чтобы побыстрее Рижа не из Риги уехали. Ну, в принципе, если продолжать это в том же духе, видимо, так и произойдет. Но это следующее, это уже, наверное, отдельный вопрос. Вернемся все-таки к такой большой политике. В октябре знаменательное событие, выборы в 14-й сейм. Мы видим рейтинги и, как обычно, две концепции, наверное, две задачи стоят перед партиями, концептуальные. Идти самостоятельно, ну, вот, отдельно под своим знаменем или брендом, как сейчас модно говорить, или идти в объединение. Мы помним, еще лет 8-10 тому назад было очень, ну, модно идти в объединение. Там 2, 3, 4, 5 партий объединялись, и многие политологи говорили, это очень правильная позиция, это консолидация электората, зачем его дробить, да, это одна концепция. Вторая концепция, вот, как я уже сказал, это вот под своим брендом. Вы к какой концепции склоняетесь? Я понимаю, что еще есть время, где-то больше 9 месяцев, но вот тем не менее. Надо сказать, что почти все партии, я думаю, уже определились, как они идут. В 20-ти 10 месяцев все уже, потому как мы с коллекционными партнерами уже о чем-то договориться не можем в Думе, уже понятно, что выборы начались, да? Да. Каждая в своем. Ну, тут скрывать нечего, мы планируем идти сами по себе. У прогрессивных сейчас достаточно стабильный рейтинг, он потихонечку растет, но, в принципе, стабильный, мы надеемся, конечно, что с началом такой более активной предвыборной кампании он еще подрастет, потому что к нам обязательно присоединяются, разные, скажем так, хорошие, прогрессивные люди. Ну, то есть, в принципе, вы идете под своим знаменем, так я понимаю. Мы идем, потому что, ну, взглянем реальности в глаза, ну, а с кем идти? Ну, с правым единством, да, нам, социал-демократам, там с ними не по пути, да, идти с теми, с кем мы шли на рижские выборы. Ну, это, кажется, я вас не агитирую, это ваше решение, просто я смотрю чисто вот по результатам, ну, я исхожу из того, что это, конечно, не гарантия, но если один раз сработало, почему не сработает второй раз? Ну, вот, часть избирателей голосовали за это широкое объединение в Рижской Думе, мы сейчас не будем обсуждать большая явка, небольшая, но вот это был результат, очень солидный результат в Рижской Думе, где вот эта коалиция из трех сил показала вот на выборах буквально в 20-м году, да, но вот вроде бы есть аргумент в пользу сохранения в том или ином виде объединения, там, две партии или три, можно спорить, но вы все-таки считаете, что выборы в Сейм это нечто иное, да, здесь не нужно повторять. Совершенно иное. Вы знаете, совершенно иное, во-первых, это национальная политика, тогда как в политике города у нас действительно было очень много общего с объединением развития за, да, там, и в принципе мы сейчас замечательно работаем в одной фракции с, ну, за, да, мы поддерживаем нашего мэра, да, Статиса, хотя он из партии развития за. За развитие за, да, За, да, в общем, но, как вы знаете, мы очень себя разграничили отношения сильно с партией развития Латвии, да, то есть Латвия, Сатэстейбай, которая одним объединением с Кустейбайпар вместе. И, ну, по очень конкретным причинам, да, у всех память короткая, все забывают, да, там, как Пуца, как оказалось, да, получала пропуск в Старую Ригу, да, 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 пропуск, да, старый город, да, от депутата, будучи уже не депутатом, да, как он потом врал, что он его не использует этот пропуск, а потом сказал, ой, я пошутил, да, ну, то есть вот это вот отношение, да, потом скандал, который Мичеревский, который вот наш депутат был в Думе, а сейчас он в Сэйме, он раскрыл о том, что, ну, неизвестно, как далеко там это КНАП само дело, но, по крайней мере, публично он заявил, да, что как там спонсируется, как приносятся деньги, делятся, потом зачисляется там на счет и так далее. Все это для нас неприемлемо, абсолютно, истории, да, и надо сказать, что мы, безусловно, конечно, это был успех, то, что мы объединившись получили такой большой процент и за счет этого мы в Риге более спокойно работаем и можем, особенно прогрессивные, у которых 11 депутатов, да, мы действительно можем настоять на своих решениях, а главное, что мы можем и четко сказать нет старой политики, потому что мы это чувствуем каждый день со всех щелей, да, желания, а давайте кого-то туда поставим, а давайте, может быть, вот так, и мы говорим, нет, то, что мы говорили на выборах, может быть, вам это все привыкло, сказать одно, а делать другое, нет, мы так и работаем, как мы говорили, открытые конкурсы, да, никаких своих людей, ничего, и мы понимаем прекрасно, что если мы идем с кем-то, то шанс того, что, ну, сколько именно будет наших депутатов, и что положиться мы можем в результате только на прогрессивных, с такой четкой позицией, во-первых, антикоррупционной, да, во-вторых, социал-демократической, мы единственные здесь сейчас, в Реческой Думе, кто требует социальному бюджету всегда больше и больше дополнительных, да, пособий, новых услуг и так далее выбиваем, и, опять же, зеленая повестка, да, то есть мы понимаем, что никто, кроме нас, эти три аспекта, зеленый, социал-демократический, антикоррупционный, так четко отстаивать не будет, поэтому спокойнее и идти самим, зная, что те, кто изберутся, это действительно прогрессивные депутаты, и дальше уже они смогут, мы сможем, да, отстаивать наши позиции, плюс сеймовский выбор отличается от тумскими тем, что, если ты идешь с этим списком, ты потом с ними как бы должен и делить финансирование, ну и как бы уже, можно сказать, такое небольшое замужество, но такие совсем долгосрочные отношения ни с одной партией мы не представляем, да, зная особенно, как там выглядят. Да, ну я так понимаю, что главная, наверное, будет, главная проблема для всех партий, это, конечно, явка, да, вот мы видим это, я думаю, что можно потом делать отдельные политологические исследования, конечно, тоже очень серьезный симптом, да, от выборов к выбору у нас явка все меньше и меньше, я знаю, что это такая общеевропейская тенденция, в общем-то, да, но у нас как-то уж катастрофически низкая явка, и тут нужно действительно, я думаю, всем партиям подумать, по крайней мере, оппозиции, что делать в этой ситуации? Доверие политики сильно падает, это тоже одна из наших задач и целей, мы как партия видим, то есть именно за счет того, что мы сами по себе, мы свои обещания выполняем, мы надеемся своим примером, да, мы можем какое-то поверие к политике по себе навозвращать, но это действительно существенная проблема, и, ну не знаю, вот недавняя история даже, да, про про Мартинша нашего Косовича, который не просто отказался там от взятки, но он пошел на сотрудничество с КНАБом, а это ему стоило много времени, нервов, здоровья, да, чтобы, ну, понимаете, это же не просто так, ты отказываешься, это одно, другое дело, ты сделаешь все, чтобы было заведено дело, да, и там взятка была доказана, и так далее, но народ все равно реагирует так, доверие, ну, наверное, мало дали, поэтому не взял, или там, ну, наверное, что-то там, или это пиар, там, перед выборами, ну, когда КНАП выходит, говорит, что вот, да, что-то у нас такое произошло, говорит, это пиар, перед выборами, ну, так далее, то есть действительно настолько доверие того, что, в принципе, нету честных политиков, что, в принципе, все это делается непонятно, зачем, да, это серьезная проблема, и над этим надо работать, и только, в принципе, партии, которые, скажем так, постоянно в своих, скажем, в своих обещаниях, в своих взглядах, и, соответственно, в их реализации, ну, по возможности в коалиции, только таким образом, наверное, можно постепенно вернуть эту веру, доверие политике. Да, ну, что ж, я тоже так думаю, не должно быть в демократической стране такая ситуация, когда избиратели больше не верят никому в абсолютное право. Антонин Нинашева у нас был в прямом эфире, депутат Рижской думы от партии Прогрессивной. Большое спасибо.